Юрий Николаевич, что будет после смерти? Ну, я могу подробно вам рассказать, что будет. Для большинства будет небытие, а для меньшинства путешествие. Другой трип. Для большинства те, которые не сформировали душу, а для меньшинства, когда душа сформирована, вы продолжаете путешествовать. Взгляд не канонический, не христианский, ни в каком изводе. Но поскольку я не священник, поэтому я и не еретик. Я никому не навязываю. Это мой личный опыт. Я не считаю, что у всех есть душа у людей. Я считаю, что да, есть потенции для души, богоподобны, но душу человек теряет, и потерявши душу у большинства людей после смерти не будет ничего ровным счетом. Те, кто душу сохраняет посредством любви и творчества, и так называемого добра, для тех путешествия продолжат. А когда ты совершаешь путешествие на край ночи и достигаешь края ночи, там тьма или свет? Там путешествие будет скорее в свете. Я не думаю, что это такой, как бы, некий абсолютный мир радости. Но существование продолжится. Тут ведь, понимаете, с бессмертием только один вопрос. На уровне энергетическом физика, и мы с того времен школы знаем, что энергия не исчезает. Человек как энергетическое существо, он никуда не исчезает. А вопрос в сохранении психологического склада этой энергии. Вот психологический склад, я уверен, сохраняется после смерти, только у тех, кто не потерял, сформировал душу. У большинства это все в такую безличностную энергию уходит. Глупые высказывания. Ну, да ладно. Не первое глупое высказывание, но не последнее. Ну, это моя, как бы, ну, вера, что ли. Интуиция, если это хоть как-то соприкасается с реальностью, не знаю. Вот, но поскольку просто у меня есть человек, который на другой стороне Земли может предсказать, что будет с вами в 72 часа, так что, может быть, мои слова не такие уж глупые. Продолжение следует...